Продолжайте наш прямой эфир. Меня зовут Денис Саландин и гость студии сегодня Регина Бауэр, визажист, стилист по прическам. Здравствуйте! Здрасте! Рассказывайте о себе, как давно являетесь визажистом и стилистом по мейку и прическам. Спасибо, да, сразу. Люблю профессию свою. Мне 28 лет, я являюсь совладелицей своей бьюти-студии уже на протяжении, наверное, трех лет. Занимаюсь макияжем и прическами примерно, наверное, 5 лет. Вот зимой будет 5 лет. Ну и вы знаете, что за это время очень сильно все поменялось, наверное, в тот момент, когда вы начинали только. И сегодняшний день это прямо, мне кажется, небо и земля. Да, это точно. Тренды меняются. Да, расскажите, вот насколько тогда было проще или сейчас, наоборот, все-таки, может, там, кисточки и всякие прибамбасы появились сейчас, их намного больше или лучше достать? Да, есть такой момент, потому что, когда мы начинали 5 лет назад, во-первых, была другая мода. Было модно все такое пышное, яркое. Если тебе брали вечерний макияж, то это прям как такой торжественный он должен был. Все цвета, максимальный объем, максимальное количество стайлинга сейчас уходят от этого. Сейчас очень модна натуральность. И это, наверное, такой хороший момент для новичков, потому что все очень просто начинать. И достаточно огромный различный сегмент ценовой по макияжу, да, чтобы купить. И по стайлингам то же самое. Ну вот есть такое, что вот какую-то прическу прям все клиентки просят? Не знаю, с фотографии приходят. У меня Анжелина, жаль, а уже кто там? Майли Сайл. Да, есть. Но так как я больше работаю, наверное, в свадебной стилистике, приходят невесты. И чаще всего это низкий пучок. Возможно, это еще влияет наша погода, влажность. И именно поэтому все просят низкий пучок. Но вторая, наверное, ступень, это уже второе место, это какие-то волны. Но чаще всего на протяжении 5 лет это низкий пучок. Но свадебная тематика, она ведь все равно плюс-минус такая. Ну, достаточно сдержанно, все равно плюс-минус. А вот если мы говорим про сейчас и про каждый день, что сейчас в тренде? Вы уже немножко начали говорить. Да, в тренде сейчас очень модно. Если вы заметили, опять, я ориентируюсь в Москва-Питер. Вообще, если там пришло что-то новое, через полгода это будет у нас. Поэтому, если вы только начинаете, знайте об этом. Если там что-то модно, начинайте делать прямо сейчас. Потому что через полгода каждая вторая клиентка будет просить именно то, что там вот сейчас нам транслируют. Что сейчас модно? Модно все возможные серф-укладки небрежные. Очень модно вот именно эффект Дайсона, да, какие-то большие, объемные. То есть на фен как будто, на браш ты укладываешь. То есть сейчас ушли от гофре, сейчас уходят от начесов, сейчас мы создаем естественный объем. То есть мы уже уходим от этого, и это нас очень безумно радует, что клиенты, невест, вообще все, кто относится к нашей аудитории, просят натуральности. Ну, то есть мы сейчас с вами говорим про натуральность, типа как встала, проснулась и пошла, да? Ну, да, но это не значит, что все быстро и так просто. Ну, это понятно. Но, а если говорить про макияж, то есть это нют или все-таки... Сегодня, ну вот прям сегодня, мне, допустим, каждый день я могу в день делать по 5-6 растушеванных стрелок. То есть это прям тренд. И все приходят с одной фотографией. Есть такая, да, среди стилистов, среди вот нашей сферы бьюти, есть такое, не знаю, как, ну, присказка, когда есть название, кормящие пучки или макияжи, неважно. То есть что-то такое кормящее, что ты можешь сделать 5 лет назад и выкладывать каждый год, и к тебе будут приходить именно с этим пучком, укладкой, неважно. То есть вот людям это, это остается классикой, каждый раз приходят. Но я знаю, что вы набираете на базовый курс по плечоскам. Вот расскажите об этом поподробнее. Кто может записаться, каким образом, и сколько это будет по времени, и что в конечном итоге узнаем? Записаться может абсолютно любой человек. Тот, который начинает, возможно, тот, который начинал так же, как и мы 5 лет назад, потому что сейчас все изменилось. Полностью изменили отношение к образованию, так скажем, потому что раньше нам совсем иначе давали. Раньше был минимальный, наверное, набор стайлинга, сейчас выбор просто огромен. Мы в этот курс вкладываем, внесли, так скажем, 10 самых актуальных причесок за последние 2 года. Также мы внесли туда курс по трансформации причесок, потому что это очень необходимо, особенно в работе с невестами. Но вообще в этом курсе это больше направлено на коммерцию. То есть это то, что у нас просит клиент, то, за что нам, как сказать, платят. Ничего лишнего, то, что у тебя будут точно просить. Все в этом курсе. Также мы включили большой теоретический блок, потому что очень много новичков не понимают, что такое вообще лак, стайлинг, какие бывают инструменты, где взять, что выбрать, вообще даже виды волос и как их разобрать. Это все огромная такая большая теоретическая часть, которую мы рассказываем. И еще... Я правильно понимаю, что это для профессионалов? Нет, это все, это все то, что мы можем научить абсолютно каждого. И также мы включаем в каждое наше обучение краткий курс SMM. То есть мне кажется, сейчас это очень актуально, потому что приходят девочки, даже те, которые приходят ко мне на повышение, говорят, я не знаю, как вести Инстаграм, я не знаю, как использовать эту площадку для зарабатывания средств. Я вроде делаю, но ничего не получается. Поэтому мы также рассказываем, как вести блог свой, как бьюти-специалисты. Все нюансы вообще, то, чему нас не научили, мы рассказываем все здесь. Ну, скажите, а за 5 лет вообще понимание вот к этой профессии изменилось? Потому что вот, например, я знаю, что многие люди, вот сказали про естественность, многие люди вот как лак, вот как у меня сейчас, например, челку ставишь на лак, да, чтобы она стояла колом, но нет вот такого, что она там, ну типа живая и так далее. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть вот к чему-то привыкают, вот как 5 лет назад. Сложно переучить вот сейчас, спустя 5 лет, потому что тогда вот там привыкли. Да, да, сложно. Было время, действительно, когда мы делали самые максимальные, большие укладки, которые так, возможно, объемные. Все те, кто сейчас будут смотреть, понимают, о чем я говорю, это вытягивание ребер просто до небес. Да, это такая вот прическа, ты из нее такое все тянешь. Где-то, да, в какой-то, в каком-то месте это все еще популярно, и в какой-то момент мы стали переделывать свой контент, и мы почувствовали, ну не только я, вот допустим, все мои коллеги, что немножко утихает спад, типа за что вы будете брать деньги, это же вообще ничего. Это просто. Да, то есть, хотя ты на самом деле, когда ты работаешь, ты тратишь такое же количество времени, просто ты уделяешь большую часть деталям. То есть, если ты делаешь что-то очень легкое, но при этом тебе нужно оставить естественно, чтобы человек не потерял себя в этом, и вышел, увидел, узнал себя, это тоже очень важно у нас. Мне кажется, вам нужно ехать в Таиланд или в Египет, потому что я вам точно говорю, там нет профессионалов в вашей сфере, и они не умеют это делать. Они называются барбершопами все, но, естественно, там вот такое ощущение, что такая, знаете, раздача. Ты пойдешь на массаж, ты на кухню, а ты будешь парикмахером. Да, 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 и не только там. Я какое-то время работала в школе парикмахеров. Я была преподавателем, называется, технолог по стайлингу. У меня была такая должность. И мы работали, я была амбассадором итальянского бренда, ну, именно косметики, которые там, лак, пенки и тому подобное. И когда мы пускали прямые эфиры, у нас реально были такие большие прямые эфиры, где я обучала людей прическам, и я понимала, что они даже близко не понимают, чем мы тут занимаемся. Кто, итальянцы? Именно вот узкая, наверное, направленность, с которой мы работали. Они не понимают, что вы там крутите. Мне кажется, итальянцы, они вообще номер один. Но они очень натурально делают. То есть у них даже весь любой стайлинг взять, они говорят, супер, экстра, сильно там фиксация. На самом деле она средняя. Или у нас для нашей России это двоечка. Ну, то есть там, ну, средняя, всего 5, да, допустим, ступеней. Ну, это что-то очень среднее. Понятно, итальянцы. Они очень любят натуральность. Да, это правда. Хорошо, давайте перейдем к макияжу. У нас нет так много времени. Возможно ли она краситься за 5 минут? Да, если сделать правильные шаги. Это какие? Приходите ко мне на курс, да? Нет, это тоже можно, но мне не жалко. Делюсь. Что значит основные шаги? Сейчас быстренько с вами доскажу. Мы увлажняем кожу, мы делаем это каждый день. И нужно сделать акцент на основном. То есть первый шаг мы должны использовать консилер, потому что мы скрываем, да, какие-то синячки или пигментацию у нас на лице. Это очень быстро растушевали пальчиком. Дальше у каждой девочки есть губная помада. Классическая, обычная. Ее можно использовать как тинт для губ, как румяна, прокрасить межбровное пространство или складку, куда угодно это можно нанести. Это будут и тени, и румяна, и помада. Дальше я, конечно, советую использовать тушь, потому что лучше, чем она ничего не подчеркнет взгляд. А если вы блондинка, то, конечно, лучше коричневую тушь. И гель для бровей, он может быть цветной или прозрачный, все. И будет конфетка. У вас, наверное, очень много кисточек, да, в кейсе, да? Есть такое? Да, но любимых 10-15. Так это очень. Ну, я думаю, что это тема для следующей нашей с вами программы. Любимые кисточки Регины, назовем ее так. Хорошо, рассказывайте, где вас найти, где находится ваша студия в центре города на Багратионе. А, вы уже знаете. Мы находимся на Багратионе 111. У нас такая маленькая, уютная студия квадратов на 40. Мы работаем с сестрой, она бровист, я визажист-стилист. Мы работаем в такой маленькой дружной команде. Мы всех ждем у нас в гостях. Возможно, скоро мы что-нибудь классное разыграем для того, чтобы привлечь новых людей и познакомить с собой. А для этого нужно зайти в Инстаграм. А Инстаграм как звучит? Бауэр Бьюти. И двойное подчеркивание. Регина Бауэр сегодня была у нас в гостях, визажист-стилист по прическам. Приходите к нам еще с вами. Спасибо. Дико интересно. Ну, а мы продолжаем. Меня зовут Денис Салантин.